В Херсоне задержали пограничника, который во время оккупации города сотрудничал с РФ. Военнослужащий Государственной пограничной службы Украины во время оккупации Херсона перешел на сторону россиян и получил за это фейковую должность. Его задержали и сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на офис генерального прокурора. Детали дела – младший сержант, находясь во временно оккупированном РФ в городе Херсоне, перешел на сторону врага. Он добровольно занимал должность оперуполномоченного оперативного отдела, в незаконно созданном правоохранительном органе, Северная исправительная колония, номер 90, Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области, на этой «должности», он участвовал в репрессиях против местных жителей для подавления движения сопротивления в регионе, пишет СБУ, что ему грозит, правоохранители задержали его 20 июня 2023 года и сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. ГБР сообщило, что во время обыска по месту жительства фигуранта изъят и мобильный телефон, который он использовал для связи с оккупантами, 626 тысяч гривен и 5 тысяч долларов наличными. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет лише, приговоры за антигосударственную деятельность. Напомним, в Украине отправили в тюрьму еще троих боевиков, которые в составе террористических организаций, ЛНР и ДНР, воевали против ВС, также ранее в Украине приговорили судью из Крыма к 12 годам тюрьмы за государственную измену. Она в 2014 году судья в Крыму перешла на сторону оккупантов и начала, работать, в фиковом учреждении. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.